Я как-то себе воспринимал, что это охотник какой-то на этом. На самом деле, когда я начал глубже погружаться в эту тему, как влияет, от чего возникают вот эти вот так называемые стрессы, как влияют наши эмоции на тело, на настроение, на качество нашей жизни, на наше творчество. И я там подкрывал для себя, как мне казалось, это субъективная, естественно, точка зрения, я для себя подкрывал массу интересных вещей, которые мне хотелось бы сегодня с вами поделиться. И, возможно, эти вещи будут каким-то образом для вас, ну, вы сможете использовать или что-то большее сможете понять. Я прошу вас, пожалуйста, это субъективное восприятие, поэтому прошу о какой-то толерантности. И все началось с того, что когда мы открыли этот центр терапии, и, ну, среди прочего, мы купили такой американский прибор серьезный, который измерял состояние электромагнитического поля перед терапией, перед процедурами, которые призваны были, так сказать, сняли движение, ограниченное состояние гармонии, и после. И вот, как бы, ну, у кого есть такая, как бы, у кого есть эзотерическая жилка, это состояние ауры, а для большинства, я говорю, это просто электромагнитическое поле. И оно проявлялось там в определенном свете, да, то есть, как бы, чем выше были вибрации, чем больше человек был удовлетворен, чем больше он был счастлив, тем более проявлялось это в цветах его электромагнитического поля, а цвета – это вибрация, кто помнит из физики, от, допустим, голубого до фиолетового, и вообще, там, до беспредела, до белого, да, который включает в себя все цвета, вот. И мы, как бы, это измеряли, как-то там один раз мне пришло в голову измерить вот это состояние у людей, которые пришли в бабушку, в обещанную заграду в ресторан, и те, которые, вот, кстати, там вы видите какие-то снимки из этого ресторана, и тех людей, которые, и их же после посещения ресторана, после еды, после заботы и всего остального, что, в общем, подает ресторан. И меня просто порвало, потому что настолько была разительная перемена, то есть оказалось, что на самом деле те люди, которые приходили на двухчасовую терапию, на массажи, там, специальные ванны и прочее повидло, и те, которые просто приходили в ресторан поесть, перемены были поесть, оказаться в приятной обстановке, перемены были, ну, просто разительные, да, то есть, в принципе, человеку оказалось, что не нужно было какие-то, какую-то телесную терапию, а достаточно было попасть сюда. Мне эта тема стала интереснее, вот как работают, фактически, эмоции, возникающие от еды и от хорошего ресторана на наше тело, на наше качество жизни. Вот как бы отсюда возникла эта тема эмоциональный ресторан. Такое короткое приютие. Но для того, чтобы понимать, что такое эмоции, я очень коротенько, да, то есть, и как они влияют, а потом я объясню, как это связано вообще с ресторанами, потому что люди, может, не понимают, что это я, в курсе, в курсе, в курсе я бы вам рассказывал. Важно понимать, какую вещь, что, ну, как это работает, то есть, как бы, есть пять органов чувств, там, слух, зрение, вкус, тактильные ощущения и запах, да, и вот, как бы, вот информация из этих органов чувств попадает, попадает в гипоталамус, вы пугайтесь, пожалуйста, такая железа внутри, если, в принципе. Гипоталамус – это центр обработки всей информации, как бы, из окружающей природы, от наших органов чувств. Он передает, он ее обрабатывает, передает сигнал в следующую главную железу, которая называется гипофиз. Гипофиз выбрасывает гормоны, те или иные гормоны. Если это ситуация опасности, то они выбрасывают стрессовые гормоны, там, адреналин, лонорадреналин, которые вызывают в нас пролив крови, напряжение, и такие функции мобилизуют, как бей или бьи, ну, или замри, еще есть такое, да, то есть напряжение фактически. А это и возникает, и параллельно с этим возникают так называемые негативные эмоции. Положительные эмоции вызывают в нас выделение эндорфинов. А что это такие эндорфины? А эндорфины фактически, как говорит современная наука, это наркотик. Это просто наркотик, который мы можем получать из вне, а можем получать из нашего тела, да, и здесь тоже разница есть между, скажем, западным подходом и восточным. Западный подход объясняет это так. Ну, как бы, эндорфины нам нужны для того, чтобы мы могли справляться с состоянием стресса. Восточный подход, восточная философия говорит, что эндорфины нам были даны там оттуда, или природа, неважно откуда, для того, чтобы мы ощущали радость от жизни. Да? Выбирайте, что вам ближе. По сути, это не так важно. Но это есть, это работает, и, так скажем, эндорфины, попадая в кровь, вызывают вот у нас это ощущение радости, счастья, расслабленности. И изменяют вот это вот, наши вибрации практически. Потому что мы вибрируем. Если нас замерят, то мы вибрируем с определенной частотой. Когда мы озлоблены, когда мы там напряжены, мы вибрируем на низкой частоте, а когда мы сейчас, мы влюблены, получаем заботу, мы вибрируем с очень высокой частотой. И вот что для меня, как бы, это биохимия, да, что для меня эмоциональный ресторан? Это ресторан, который способен удовлетворить, а фактически восхитить максимум наших органов чувств. Чем больше органов чувств восхищены, тем более сильные возникают эмоции, и тем больше эндорфинов выделяет наш организм, и тем больше ощущения счастья мы испытываем. Но эндорфины, как и любой наркотик, они имеют такое качество, как привыкание. То есть на самом деле, как бы, если ресторан классный, вот я уже перехожу на ресторан, если ресторан классный во всех отношениях, я не говорю о еде, обстановке, в атмосфере, то мы хотим туда возвращаться за получением своей доли наркотиков. То есть фактически мы становимся добровольно зависимыми. И вот это вот объяснение, возможно, несколько с сельной стороны, такого понятия, как постоянно возвращающиеся гости. А мы все хотим получить постоянно возвращающихся гостей. Мы не можем ожидать, что будут постоянно новые и новые люди приходить к нам в ресторан. То есть идеально ресторан стремится, как любой там ресторан, допустим, на Западе, стремится к тому, чтобы у него была стабильная прослойка людей, которая будет ходить стабильно за своей долей, за своим, там, за своей порцией эндорфина, наркотика. Здесь есть одна особенность, потому что вот эти, когда мы, когда эндорфины, когда положительные эмоции выделяются, возникают от органов чувств, мы, у нас срабатывают там древние, очень древние инстинкты, такие как тепло, мама, любовь, забота. Это вещи, которые мы не можем на сознательном уровне прочитать. Это вещи, которые просто срабатывают, да, они где-то очень глубоко. Так вот, чем ресторан эмоциональный, это мой термин, вы можете любой свой придумать, отличается от ресторана модного. Или так, я сейчас уточню, вот рестораны, которые используют модную стратегию. Мода ресторана вызывает, в модном ресторане у нас возникают эмоции из ума и от нашего эго. То есть, ну, как бы, я в классном месте, я тут в правильном, тут все такие, такие же, как я, да, там, скажем, посмотрите, все на правильных тачках приехали. Ну, как бы, вот это, это вещи, которые возникают из нашего ума. Они глубоко из подсознания. И плохо это или хорошо, каждый выбирает себе сам. На самом деле, ничего плохого и хорошего нет. Потому что у модного ресторана есть своя функция. И очень важная функция, в отличие от эмоциональной. Эмоциональный ресторан имеет женскую природу. Им природу. Это стабильность, это надежность, это желание замереть в кайфе. Вот хорошо, ничего не будем менять, потому что хорошо. Это же хорошо, зачем мы будем менять? Модный ресторан имеет мужскую природу. Гол, 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 давайте будем что-то менять, чего ж мы сидим, давайте на рыбалку или там что-то вообще построим. Это мужская природа. Да? И очень важно понимать, что эволюционировать рестораны и вообще весь этот рынок может через гармонию этих двух аспектов. То есть если не будет модного аспекта, то эмоциональный ресторан будет загнивать. Он будет одно и то же делать постоянно и ничего не будет происходить до тех пор, пока он не умрет. Именно поэтому женщины чаще всего болеют застойными болезнями. То есть это природа женщины, она такая, она стремится к стабильности. Модный ресторан приносит драйв. Он заставляет меняться всех, он заставляет меняться эмоциональные рестораны, он заставляет меняться женскую природу, так же как в отношениях мужчина приносит драйв. Да, вот как бы он, давай сделаем мы это, давай сделаем еще что-то, давай поменяем там, ну как бы. Пожалуйста, если есть отдельный опыт личный, который с этим у вас, с моими словами не соотносится, это не означает, что это ваш личный опыт. То есть как бы, это просто ваш личный, на самом деле есть природа мужская, природа женская, она не изменилась. В десятки тысяч лет так было создано, да, что модный ресторан, если мы говорим о модном ресторане, модный ресторан мобилизует нас к изменениям. Поэтому так важно, чтобы на рынке были и те, и другие проекты. Ну и наверное, такой вот важный момент, потому что как бы вот мы говорим все время, вот это такой ресторан, а это такой ресторан. Но тут очень важно понимать, какой же, а мы-то пришли вообще-то получить конкретные советы, что сделать, чтобы быть успешными, да, какой ресторан успешен. Так вот, на самом деле, есть одно но. У всего этого такого вот философского разлобольствования есть одно но. Как говорит современная психология. И это напрямую соотносится с тем, что говорит восточная психология, что говорит восточная медицина, в частности, там, аэроведа. Есть 7, минимально 7 психотипов людей. То есть как бы вот все человечество во всем мире разделено на 7 психотипов. Они, правда, потом еще поделены на 21, ну то есть их на самом деле 21, но основных 7. Поэтому важно понимать такую вещь, что вот все, что я сейчас рассказываю, вот яркий пример. Примерно 7 часть слушает и думает, что я вообще сюда пришел. Он вообще загоняет. Нафига мне это все нужно, да? 5 часть, ну как бы непонятно зачем, ну ладно, буду слушать. 3 часть, ну вроде что-то в этом есть разумие. То есть это говорит всего лишь о том, что, как это банально не звучит, мы разные. Мы принципиально разные, и в зависимости от нашего психотипа, а эти психотипы еще напрямую соотносятся с конституцией, с нашей телесной конституцией. Вот это очень легко, вообще-то, увидев человека, уже кто равно это разбирается, даже посмотрев внешне на человека, можно определить даже к какому психотипу он относится. Не общаясь с ним. Так вот, каждый понимает немножко по-своему. Или совсем по-другому. Именно по этой причине вы наверняка сталкивались с тем, что что-то, допустим, говорите в своем коллективе, да? А потом выясняете, что каждый вообще понял по-своему. Вы вроде бы одно и то же говорили всем, а каждый понял по-своему. А ответ только в этом. Есть разные психотипы. И что это означает? Это означает только то, что... Что такое успешный ресторан? В отличие от просто эмоционального или просто там модного. Успешный ресторан – это ресторан, который способен зацепить как можно более широкий спектр психотипов. То есть, благодаря вот такой вот, как бы, у него очень широкий подход, он удовлетворяет, он восхищает наибольшее количество различных психотипов. И таким образом он становится успешным, возможно, без там, без всякой модной стратегии, без фейсбука, без прочего повидла, которое в последнее время мы себе били в голову, что это каким-то образом, каким-то глобальным образом влияет на наш бизнес. Я потом расскажу по опыту Аримы, почему это не так. Да, я отвечу. Ну и, в общем-то, последняя вещь, которую хотелось бы сказать. Карма. Вот что такое карма, как говорят мудрецы в источнике? Карма – это не более, чем аккумулированное скопление позитивных или негативных эмоций. Позитивные эмоции, которые мы накапливали, пожалуйста, прошу столяра, в насколько я здесь. Здесь, как говорят восточные мудрецы, от одноклеточного существа до современного человека. Вот это как бы вот мы накапливали как негативные, так и позитивные эмоции. Так вот, я хочу вас поздравить с тем, что вы на самом деле чистильщики кармы. Потому что именно благодаря тому, как вы делаете, и если вы это делаете хорошо, вы создаете гораздо больше позитивных эмоций, а значит, хорошей кармы. С чем я вас и поздравляю. Спасибо большое. Думаю, что... И моим вопросом... Я готов. Вопросов много. Значит, ну, нескромно... Разделим на два блока. Первый блок, это ресторан в Европе, чем он отличается от украинского ресторана. И второй блок вопросов, это вопросы, что же там с Алиэрой, ну и так далее. Вот еще. Да. Хорошо. Но, если очень коротко, я там в каких-то различных интервью объяснял эту тему, особенность, разница заключается в одной особенности. Ресторан в Европе, это... стабильно, это медленный разгон и стабильно. Ресторан в Украине, это гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, скорее-скорее-скорее-скорее, потому что неизвестно, что будет завтра. И это отражает как ментальность наших людей, как состояние в нашей жизни, в нашем социуме, так и, в общем-то, в нашей культуре. Вот разница в этом. Когда-то я говорил такую фразу, то есть, если мы будем говорить, допустим, ресторан в Европе, это печь, которую вы долго там разжигаете, открываете различные заслонки, да, там, проветриваете, и она разжигается очень долго, и потом горит, горит и сохраняет тепло. Ресторан в Украине, это камин, то есть, в принципе, подбросили, все, повнало, и быстро прогорел. Не прогорел в том смысле, что стал, что он просто перестал существовать, а он как бы вспыхивает и пропадает на горизонте, потом может как-то более-менее стабильно работать. Пытайтесь. Да-да, Юрий, так что с этим? То есть, в чем подвох, в чем подвох? Ну, то есть, это так нетипично, когда есть успешная торговая марка, есть сеть в хороших местах, есть высокая лояльность гостей с точки зрения конкурентов, по крайней мере. Вот, и потом, раз, снимаются вывески, появляется слово ресторан, и собственник говорит, что мы, конечно, знаем, что-то нет. Смотрите, я просто ощущаю последние 2-3 месяца, когда я затеял эту авантюру, что большая часть людей вообще не понимает, нафига мне это нужно все. Но я попытаюсь объяснить, тем не менее, и каждый раз я буду терпеливо объяснять, то, что делается, делается не для гостей, делается не для маркетинга, делается не для того, чтобы привлечь какое-то внимание. Как многим кажется. И вот многие убеждены, что это делается якобы, ну, какой-то такой неудачный маркетинговый трюх, какой-то фокус глупый, кто вам это посоветовал, и так далее, и так далее. Из-за того, что у нас очень рациональное мышление, о, я забыл сказать самую важную вещь, но я скажу о ней потом. Из-за того, что очень рациональное мышление, это необходимо мне для того, чтобы выпить таблетку из удовлетворенного, сытого, жирного состояния, в котором находится моя команда. Вот как бы все класс, 8 лет каждый вечер очень. Бизнес растет супер, замечательно, париться не надо. И никакие тренинги, никакие инъекции и разговоры не помогут, потому что до тех пор, пока мы не создаем кризис, до тех пор, пока мы не выпиваем таблетку, люди не изменяются. Это так же, как не изменяется, как мы знаем, что лично изменяется в основном при различных каких-то потрясениях. Да, вот человек как-то там жил-жил, и вдруг раз кто-то умер в него, или он, я не знаю, в воде катастрофу попал, или что-то еще, да? И мы говорим, человек так изменился. Невозможно, читая книжки, и входя на подобные семинары, невозможно измениться. Вот я хочу еще сказать одну вещь, которую я просто забыл сказать, потому что все же пришли для получения рецепта, ну, естественно, мы приходим для рецепта. И в чем, в чем, как бы, вред, вот вред того, что мы сейчас делаем, и того, что, всех подобных семинаров, в том, что мы загружаем свой мозг чужими программами и чужими успехами. Это не наше вообще. Это кому-то оттуда дали файл правильный, и он его запускает. Оно у него работает. А что вы решили, что оно у вас будет работать? Вы ж теряете время на чужой какой-то, на получение чужого опыта и проработку. В чем колоссальная польза подобных семинаров? Как это не страшно звучит? Подобных встреч и подобных бесед. В том, что если вы способны оставаться отвлеченно наблюдать за процессом, наблюдать за ним, то то, что вы слышите, включает в вас вашу собственную лампочку. Ну, лампочку включает выключатель, да? То есть, фактически, эти беседы, они являются выключателем для вашей собственной лампочки. Здесь очень важно понимать, что если мы загружаемся, там, все жестко конспектируем, да, это надо сделать, и это, и это, и это надо попробовать, мы загружаем свою оперативную память мусором, программами, которые к нам не имеют никакого отношения. Мы пробуем эти программы, они у нас не работают, или работают как-то, но мы не можем понять, что они не наши. Необходимо оставлять свободное место для того, чтобы наша программа могла установиться и развернуться. Как, 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 ну, как из этой ситуации выходить? Воспринимать подобные мероприятия, как это, ну, представьте себе, что вот вы не устанавливаете программу, а запускаете демоверсию, и вы просто наблюдаете, надо вам эта программа или нет. Если она не ваша, нафига вам ее устанавливать и все пробовать? Вы почувствуете это, вам не нужно все пробовать, вы просто почувствуете, что это оно, да, оно как-то соотносится с тем, что, что я чувствую. И еще один важный момент, ну, как бы, крайне важно понимать, что для того, чтобы появлялись свои программы, как я уже говорил, нужно место для того, чтобы почистить старое. Сейчас мы вернемся опять к Алине по этому поводу, да, и для того, чтобы установить, как бы, и на это место установить новое. Но откуда оно придет? От меня, что ли? Да нифига. Нет кого другого, но никто вам не даст эту программу. Эта программа приходит от вашей интуиции. Если мы умеем от нашей интуиции, простите, если мы умеем оставаться спонтанными, если мы умеем оставаться легкими, если мы умеем оставаться творческими, мы ее получаем. Она приходит нам, эта программа, мы получаем этот CD, да, и мы можем ее установить. Но если мы занимаемся чужим, мы никогда не получим свое. Что нам нужно для того, чтобы оставаться таким легким, творческим, спонтанным, прикольным и так далее, и так далее? Ну, надо находить время для себя. Не работайте много. А чего вы вкалываете там, как звери? Нужно находить время для того, чтобы оставаться... Для того, чтобы у вас оставалось время делать то, что вам нравится. Ну, нравится заниматься сексом, занимайтесь сексом больше времени. Нравится там, скажем, больше... Кому-то нравится медитировать, кому-то нравится йога, кому-то нравится там бег, да, тайчи, ну, что бы, рисование, можно мандалы рисовать. Все то, от чего вы получаете удовольствие. И тогда в этом состоянии к вам приходят и деньги. Раз вы уже занимаетесь, раз мы уже занимаемся этим делом, значит нам это нравится. Нам нужны просто идеи, а для этого надо оставаться открытым для них. Так вот, возвращаясь к ливе, если вы говорите о ливе. Для того, чтобы инсталлировать что-то новое, мне нужно освободить место от старого. А это старое, оно там закостенело, понимаете? Успех это страшная штука. Вот там не успех плохо, а успех это еще хуже. Потому что люди, ну, ничего не хотят менять, потому что все же классно. И вот мы видим, как мы зависли вот в этом им периоде, в женском. Да все хорошо же, не надо же, все же замечательно. Давайте, ну, хотите, поедем, потренируемся где-то. Ну, вместе закроемся там на два дня. Потренируемся и все, и мы в инсталлируем. Но это не получится. Потому что мы видим, что, я очень хорошо вижу, что сопротивление колоссальное. То есть мне нужно вычистить место. Мне нужно вычистить место от всего старого, что было для того, чтобы установить новое. Новое уже есть. Установить некуда. Поэтому, как бы, почему именно такой пункт? Мы выбиваем табуретку и говорим, нету никакого успеха. Нету никакой известной торговой марки. Нету. Есть просто ресторан. Вот будьте классным рестораном, будьте самым вкусным, будьте востребованным. И не важно, как вы называетесь. Вот это наше сумасшествие по поводу того, как мы называемся. Торговая марка, бренды, борьба за торговые марки. Об этом я еще тоже скажу. Это просто трата времени. Если вы помните, кто-то, наверное, замечал, я приведу пример по той же Олени. Когда мы открылись и начали работать первые 6-7 лет, не было, у нас сайта не было. У нас была какая-то заставочка, и там было меню. И все. Почему? Денег на сайт не было? Нет. Это была позиция. Есть сарфанное радио. Хороший ресторан, люди найдут. И они будут о нем говорить. И я сидел часто в ресторанах и слушал, как люди рассказывают, да ну что вы, тут итальянцы хозяева, и так далее, и так далее. Люди придумывают себе потом какие-то версии различные. Но на самом деле, сосредотачиваться нужно на самом главном, что есть ресторан. А что это самое главное, я вам не скажу. Потому что я тоже не знаю. Сегодня это, а это, а завтра что-то другое. Вот. Поэтому причины, главные причины в этом. И есть такая тема, есть такие вопросы, что якобы там вот у нас пытались обсудить торговую марку, кафе по имени Вива Алиева. Ну, понимаете, но это смешно на самом деле все это слушать. Почему? Потому что мы очень практично, мы пытаемся найти какой-то рациональный ответ. А мои действия иррациональны. Абсолютно. И поэтому для какой-то группы людей они вообще непонятны. Но я прошу вас понять, что это нужно нам, мне, а не вам. Спрашивайте. Друзья, вопросы? Так, отлично. Покричать. Покричать? Думаю, что-то. Скажите, пожалуйста. Это решение переименовать объективный ресторан, это было стонтанное решение? И к кому оно вообще пришло? Это была командная мессия? Это было ваше личное мнение? Я почему-то спрашиваю, потому что накануне этого переименования во все почтовые ящики города Клима забросили рекламки доставка еды, оливок, мято. Да. Отвечаю. Решение было спонтанное, но подготовленное. То есть как минимум два месяца мы готовились. Оно действительно пришло мне в голову, и что послужило катализатором к этому решению? На самом деле вся эта история с каким-то, с кафе, там, Viva Aliva, которая, ну, вдруг мне там пришел иск о том, что, ну, ставят под сомнение о том, что эта торговая марка нам принадлежит. И я как бы, думаю, это такая первая мужская реакция. Нифига себе! Че там? Кто-то у нас что-то отобрать хочет? Да отбирайте! Вот это была, на самом деле, как бы, самая первая реакция была такая. Она была чисто эмоциональная. Отбирайте! Мы без торговой марки будем работать. Но дальше, со временем, я начал все больше и больше ощущать, что это шанс. Вот как говорят, да, там, скажем, темная полоса может стать взлетной полосой. Я подумал, что это же шанс для изменения, а не просто для такого мужского упорства и какой-то там эгоизма. По поводу того, что забросили, да, действительно, потому что мы за два месяца знали о том, что мы снимем все вывески и пропадут элементы фирменного стиля. Поэтому для того, чтобы людей, ну, как бы, поддержать, нам нужно было гостей поддержать. А гости вообще в чем виноваты, что Юрий что-то там, Юршев, понюхал утром, и у него вдруг идея ему пришла в голову. А гости при чем здесь? А у них паника от того, что это означает, сеть продают, там, и так далее. Люди придумывают различные версии. Поэтому нам необходимо было, как бы, их информационно поддержать. В том числе и мое письмо во всех ресторанах было. Я отвечал на все абсолютно комментарии, которые были на Фейсбуке. А это было несколько сотен комментариев, потому что я понимал, что это моя собственная ответственность. А ресторан, ну, как бы, да, просто ресторан. А что, какая разница? Хороший ресторан, люди лектарные будут. Да, а как мы, а что нам называться по-другому? А может быть, мы решим, что, даже мы этого не будем решать. Через какое-то время, когда мы уже будем, так сказать, инсталлировать полностью новый обновленный формат, мы его будем фактически запускать еще под вывесками ресторана. Пусть это работает. А дальше мы спросим гостей. Мы вообще хотите, как мы, нам все равно, как вы нас будете называть. Петя, Вася, Коля, нам по карабану, простите. Вот как хотите, мы всегда так, решайте вы. Хотите оливы? Будем оливы. Это все равно, что вы представляете себе, вот, вы полюбили девушку, которую зовут Наташа. А она поехала во шрам и вернулась и говорит, Наташа мне не подходит. Я хочу быть Светой. Нифига, извините, Света не подходит мне. Я полюбил Наташу. Да? То есть, как бы, разве в имени дело? Ну, в чем ресторан? Это что, имя? Добрый день. Спасибо за последствия. Вопрос следующий. Когда вы меняли выписку, вы, наверняка, предполагали, что будут какие-то изменения. То есть, наверняка вы даете. И я думаю, что вполне возможно, были те изменения, которых мы не ожидали. Вот, если можно поделитесь, если такие были, что поменялось в лучшую сторону, возможно, неожиданно. Или в лучшую, или и то, и другое. Сказать по правде, сейчас, может быть, это будет чуть-чуть немного скандально звучать. Моя основная цель была, чем хуже, тем лучше. Вот, чем жёстче отреагируют люди на то, что мы делаем, тем больше мы будем стараться. Помните, с чего я начинал? Да всё хорошо, да нам делать нифига не надо. То есть, необходимо было заставить команду и себя стараться. Что произошло в результате этого? Произошло то, что я 15 лет, простите, 8 лет я создал проект, и там он кем-то управлялся, и я, в общем-то, осуществлял исключительно стратегическое управление. А ну, не занимаясь деталями. Жалобы, какие-то системные вещи, это не совсем было ко мне. Я творчеством занимался. К чему привело? Естественно, как мы уже говорили про эти 7 психотипов, часть людей восприняла очень жёстко. Первое. Ну, какие-то там, продаётся, выдаётся, там, или просто... Или просто... Они начали искать, что стало плохо, и начали находить. До этого, как бы, этого не было, но они тут начали находить много недостатков. Но так как я взял о себе ответственность перед своей командой, всю ответственность за то, что происходит, я понимал, что мне... Ну, естественно, там появлялись какие-то жалобы, которые есть всегда. Они были, есть и будут. Но люди связывали это с тем, что вот теперь стало плохо. Вот. Это то, чего я не ожидал. Это ответ на вопрос. Я не ожидал, что будет такая реакция. Я думал, будет их меньше или будет больше, но я не ожидал, что они будут связывать это. Но вот теперь всё понятно. Всё понятно, всё стало плохо. И это вынудило меня. Я сам у себя выбил табуретку, и я вынужден был сам с этими людьми, с каждым, кто писал жалобы. А вы понимаете, что в семь ресторанов, в семь ресторанов Алиева ходят десятки тысяч людей в месяц. Это очень много людей. Я с каждым решаю его жалобу или его недовольство. Я первый, кому пришлось выйти из зоны комфорта. А им приходится тоже теперь. ребятам. Потому что, если уже гос сам занимается этим, то как-то неудобно сидеть, наблюдать за этим. Маленький вопрос. А здесь, видите, у меня достаточно, как мне кажется, успешный ресторан шарпился достаточно быстро. Вопрос другой. То есть, какое-то время назад у вас не была мысль, что ну, надо что-то менять, учитывая, что ровно столько же стоит вступить людей, ровно столько же зарабатываться. Где-то даже есть плюс. Но хочется изменить, и пошёл вопрос, вот мне интересно было ваше, часть силы в этом, в этих практиках. Потому что изначально есть страх вроде бы поменять принципиально, тогда всё хорошо. Но когда вы поменяли, первый вопрос, правдива ли ситуация в том, что, во-первых, остаются те, кто были до этого, а всё равно приходит кто-то новый на новый бренд, назовём это «да». И если вы меняли, насколько вы старались поменять, кроме названия и брендирования, всё это так, как вы же начали менять, ещё и внутреннюю ситуацию. То есть, насколько вы изменяли не сам концепт, а внутреннее содержание его, и надо ли это было вам делать? Я, если можно, отвечу развернуто. Я там несколько минут назад говорил «Инь, янь, женская, мужская природа». Вот как бы на самом деле проект 8 лет развивал, ну, как бы вначале была ярко выраженная мужская природа, да, там первые 2-3 года, драйва и так далее. Потом дальше мы залезли в состоянии «всё хорошо». Вот такой вот женский этап. Он закончился. Всё, сейчас снова начался мужской этап. То есть, как бы, должен прийти кто-то, должен прийти мужчина, который всё это... Давайте сделаем понуть. Поэтому, что касается страхов и всего остального, если говорить обо мне, потому что это у каждого же свои рецепты, и каждый понимает по-своему. У меня вообще нету... Ну, я просто не понимаю, о чём бояться. Всё точно будет хорошо. Потому что я уже знаю, что будет, и я знаю, что это будет классно. Я не могу топтаться, ну как бы, на самом деле все эти события послужили катализатором, вероятно, каких-то внутреннего неудовлетворенности тем, что приходится делать. Потому что этот сегмент, пицца-паста, одно и то же, этот сегмент заполнился, и надо так или иначе соответствовать этому сегменту. И невозможно из него вырваться, как в ценовом плане, так и в общем-то в предложении. Эдакие вот итальянские пиццерки, ресторанчики. Когда мы отказываемся от старого, от каких-то вот ключевых вещей, которые нам приказаны, мы можем запустить туда много чего нового, классного, и вообще не опираться на то, что мы уже это делали. Преимущество в чем? Что это проект, в который уже ходят люди. Ну, вы его используете какого-то слова, прибитый. То есть, по большому счету, какая-то часть потеряется. Да, она потерялась, какая-то часть. Пришли ли новые люди? Точно пришли. Я могу сказать, допустим, о как изменилась, буквально вчера смотрел, как изменилась посещаемость. Ну, тяжело делать выводы за два месяца. Но есть рестораны, которые потеряли примерно от 5 до 7 процентов гостей. Есть рестораны, которые нарастили 10-12 процентов гостей. В целом, примерно одинаковое количество осталось. Ответа на вопрос у меня нет. То есть, если это было бы связано с изменением бренда, так называемого, хотя это не бренд, то непонятно, почему у них это произошло, а у других нет. Вероятно, надо подождать еще 2-3 месяца, для того, чтобы сложилась картинка. Пока, возможно, это было некое сезонное изменение. Допустим, там, условно говоря, на Красноармейской, где много офисов и люди более обеспеченные, они могли уехать в августе отдыхать и в начале сентября. Их было чуть-чуть, допустим, меньше. А на дружбе народов, ну, оказалось, что эти люди не так часто куда-то путешествуют, и они оставались к ней. Крайне сложно сейчас что-то сказать. Менять обязательно нужно, но это не самоцель. То есть, как бы, вот самое главное — сохранить баланс между еней и яем. И то, и другое смерть. А вы меняете на сколько? Да, я отвечу на этот вопрос. Мы не меняли ничего в наших ресторанах, потому что никакого ребрендинга не происходило. Мы просто сняли вывески для того, чтобы отказаться от фундамента, на котором нам удобно располагаться. Что мы делаем сейчас, да? То есть, на самом деле, мы готовим место, мы очищаем место для установки новой программы. Для этого нам нужно место. Просто изменить фуд-концепт — это фигня. А у нас команда западных поваров — это, там, полтора-два месяца и готово. Но амбиции же совершенно другие. Нам хочется изменить людей, которые у нас работают. Но это же наши люди. А как изменить? Они же украинцы. Они же там выходят из семинара и сидят за маршрутку, а там же же вы сами знаете все это. Поэтому, как бы, изменить их быстро не получается. На это уходят годы. Но мы попытаемся в каком-то, ну, более ускоренном режиме поработать с ними, повозить их в Прагу, попытаться привлечь, ну, в наши рестораны, привлечь их в культуру какую-то, для того, чтобы они попробовали на вещи и посмотреть немного иначе. Вот так вот там, то есть, как бы, и только в марте мы будем инсталлировать новые, новую всю, полностью новую программу, да? Полностью новый проект. Друзья, еще вопрос. Здравствуйте, Александра Прородисовна. Спасибо, во-первых, за вашу встречу, за то, что вы делаете свои опыты. А вопрос такой. У вас достаточно много ресторанов, и как вы поддерживаете вот эту атмосферу в национальных ресторанах? Потому что вы делаете мнение, что если у собственника гулять в ресторанах, то вот эту вот атмосферу ресторан-гост, да, вот эту ауру, поддержать очень сложно, потому что между вами и гостем большое количество персонала, который не позволяет первым источникам для вас дойти, ну, где я имею в виду, вот гости. Вот как вы это поддерживаете, потому что действительно в ваших ресторанах чувствуется атмосфера, не будет ли комфорт? Я так понимаю, что в зарубежных ресторанах у вас такое же таро, как в Казахстане. Мне кажется, что вы делаете. Спасибо. Вы абсолютно правы, крайне сложно довести основную задачу владельца эмоционального ресторана. А она называется так, это забота. Потому что хорошая еда это форма заботы. Сервис это форма заботы. Это все форма заботы. Поэтому там, где я нахожусь, фактически, в прямом контакте с менеджментом и с персоналом ресторанов, допустим, как в Лавирандии Киевской, или в Пражской Лавирандии, или в Обещанной Заграде, там у меня гораздо больше возможностей для того, чтобы передавать свое философию, фактически, свое восприятие. Лично. Они просто сами видят, как я отношусь к гостям, что я как бы я не просто декларирую, а я в прямом контакте с гостями. И гораздо тяжелее это делать в сетевых проектах, если говорить о Боливии. То есть, понятно, что там цепочка гораздо длиннее, и вот там происходит размытие. Для меня это очень болезненный процесс. То есть, вот как бы я когда вижу, что бы мне хотелось, и что есть на самом деле, или когда люди пишут жалобу, да, что ну там, к примеру, представьте себе, девушка пишет на Фейсбук, что у нас сегодня замечательный день, мы сегодня поженились с моим мужем, ну какая-то молоденькая девочка, да, у нас такой большой праздник был, вчера вернее, и я позвонила в ваш ресторан и сказала, можно заказать ссорик, у нас сегодня свадьба была. Ну и как бы мы пришли, иду, да, и все, да, и все, и она говорит, ну, и ничего, вообще никакой реакции, да, и как бы для меня это боль, потому что это вещи, которые ведь можно просто почувствовать, это нельзя научить, это, я не могу везде стоять, просто это же очевидно, ну дайте им тортик со свечкой, ну какая фигня же, да, ну вот как бы к сожалению, там где есть много людей, это действительно размывается, и то, что я сейчас пытаюсь сделать, пытаюсь, ну понятно, ребята, ну как бы я живу уже в Праге, поэтому я понимаю, в общем-то, разницу, ну нам надо хотя бы лет 20, ну просто, ну 20 лет надо, а я идущу к нам по ускоренному какому-то режиму, надо за 8 месяцев как-то глобально изменить, надо отдавать себе еще, что, ну что-то произойдет, но наверное там, надо еще работать и работать, то есть, но я попытаюсь, вот для меня это вызов своего рода, как бы никто этого не делал, может кто-то делал, кому-то удавалось, это точно не вопрос тренингов, системы какой-то, и какого-то там, каких-то установок, что все утром пришли, упали на колени, мы самые классные, мы счастливые, мы сейчас все сделаем, это точно не в этом дело, то есть, как бы это личное участие мое, я очень активно включился в этот процесс, то есть, я, так сказать, вот сейчас строю вертикальную систему управления, которую там много лет она мне была близка, так называемая сквозная система, когда я, в контакте со всеми, с админами там, с официантами, я, ну, я просто с ними общаюсь, ну, естественно, одна из самых эффективных, один из самых эффективных способов, которые, возможно, мне помогают, вот ответ на ваш вопрос, это то, что, ну, два раза в год я беру своих, там, орлов, там, команду 10, 12, вот, недавно мы вернулись, 17 человек из Южной Франции, и вот просто мы ездим по ресторанам, пьем вино, общаемся, купаемся, ну, как бы, и они смотрят, они смотрят, да, одними разговорами не помочь делу, то есть до тех пор пока, почему я говорю, что как важно, принципиально важно для Украины безвизовый режим, то есть это, это принципиально важно, до тех пор, пока не откроются границы, и вы не сможете, мы не сможем выезжать и путешествовать просто на там, на выходные дни уехать, я не знаю, куда-то, в Краков, в Прагу, еще куда-то, не важно, на автобусе, как говорят, денег у украинцев нет, а нифига, находите деньги на новый телефон, найдете и на поездку куда-нибудь, ничего страшного не произойдет, вот, то есть как бы, до этих пор мы не сможем изменяться, мы не сможем поменять свое вот такое вот, ну, свое мышление, оно советское еще мышление, ну, что с этим не сделать, на это понадобятся годы, но мы попробуем хотя бы у себя построить такое, знаете, мини-заповерник. Следующий вопрос, вернемся к вопросу Фраги, очень много украинцев в последних два года смазывают лыжи в соседние страны и чуть подальше, кто-то уже открыл рестораны, кафе, бары, кто-то собирается, можно отдать два или три коротких таких первых совета, по открытию заведений в Европе или, если так нельзя обобщать, то об открытии стран в Европе чей? если есть желание, нужна, а самый главный след, у вас должно быть достаточно денег для того, чтобы вы могли пять лет датировать свой ресторан. Если вы не гениальны, ну, как бы, я так допускаю, что мы бы, мы бы, наверное, не ходили бы на такие тренинги, если бы мы были поцелованы бухом, вот так вот, таких людей просто единиц. На самом деле, а открыть ресторан где-то в Праге, в Кракове или в Лондоне хотят все. По этой причине нужно просто понимать, что если нет дополнительного стабильного источника денег в течение пяти лет, я думаю, это мое мнение, крайне сложно что-то подобное открыть ресторан. Открыть можно, ну, то есть, в принципе, и закрыть за два месяца все. Поэтому Бабичина-Заграда, я правильно произнес? Она уже прошла первый этап, когда нужно было поддерживать, забрасывать поление и топить печь. Или уже печь дает результат? Бабичина-Заграда возникла через 12 лет после старта первого проекта в Праге, Лавиранды пражской, она была первая в Праге, и вот там прекрасно было видеть, как сталкивались мои амбиции, мое эго, весь тот мусор, который она собирала в Лондонах, Парижах и во всех местах, и который я там хотел, что я сейчас сделаю, всех чехов покорю. Вот они все тут на кости упадут. На самом деле, это классно было видно, что как бы круто мне не казалось, мы это делали, это было действительно неплохо, пять лет мы просто не работали. И если бы не было возможности поддерживать этот бизнес и настойчиво идти вперед, и впечатлять этих людей, восхищать этих людей, то неизвестно, чем это закончилось. Это важный, принципиально важный вопрос из моего собственного опыта. У вас будет другое. что касается, почему вы спросили, вы спросили об обещанной заграни. То есть, когда через пять лет мы постепенно начали набирать репутацию, все больше, все более и более сильных, в 12 годах работаем, у нас была уже очень мощная репутация, как у местных, так и у журналистов, в общем-то, с которыми мы работаем. Поэтому, когда мы открывали следующий рейстр, уже проблем не было. В принципе, как и здесь. То есть, если вы где-то известны и успешны, то вам помогают потом медиа, вам помогают сами гости, они становятся вашими амбассадорами фактически, да, то есть, как бы распространяют у вас информацию. Бабушка очень быстро стартанула, но она классная, но она просто мне очень нравится, и это был такой проект, где реализована, простите, немножко так опять, где реализована философия женской энергии. Да, то есть, как бы, это любовь, это забота, это покой, это расслабление, и эти, и этот садик, и эти беседки, конечно, это вопрос-то, она уникальна, потому что в Чехии этого нет. Чехии, ну, знаете, народ-то практичный, они смотрят, вот есть метраж, и на метраже, там, тысячу метров можно поставить, допустим, там, ну, я не знаю, 500 мест, о, поставили 500 мест, да, надо только найти 500 гостей, ну, 500 мест поставили, а тут приехал украинец, который взял, и на, и на, там, полутора тысячах метров, поставил беседки, сад сделал, и сделал 40 мест, ну, как они на него смотрели, сумасшедшие, ну, просто сумасшедшие, да, но на самом деле оказалось, что это, это как раз и было разрушение их стереотипов, потому что никто другой этого не делал, и они начали ходить. Здравствуйте, меня зовут Жанна Василева, и студия Джейнфера в Одессе. У меня вопрос такой, я режу по нашим клиентам, что у многих из них есть два типа проекта, одни женские, втори мужские, то есть, допустим, пивоварная и кондитерская, они очень разные по интерьеру. Но обычно в тех, которые более мужские, яйские, модные, холодные, современные, в них хуже с Эмисом, и, как правило, в них, ну, туенет не получает такую заботу, любовь, как в тех женских, которые являются мимимишными, ручниковыми, и так далее. Если у вас идея делать мужской проект, я вижу, что все, такое, ну, с женским началом, или вы считаете, что в этом проекте есть и периоды женские, мужские, это все как-то баланс? Какой вопрос? Во-первых, классно то, что некоторые люди, некоторые регистраторы вполне возможно, интуитивно ощущают, что необходимо создавать и те, и другие проекты, да, мужские, женские, скажем. Часто беда заключается в том, что мы в себе не можем найти баланса. То есть, ну, как бы, источная философия говорит о том, что в каждом из нас есть две половины, мужская и женская, мужчина только никогда в этом не признается. Какая у меня женская половина, я хочу, поняли? То есть, как-то в принципе это невозможно, да? Вот это непринятие мужчиной того, какой-то очень важной составляющей мешает мужчинам создавать и заботливый сервис, потому что они не чувствуют. Вот мужчине какой нужен сервис? Ну, принесли нам пиво, дали рыбу, все, что, нормально, все, какой там сервис нужно? Пойди сюда, приди, как бы, понятно, я утрирую, конечно, вот, но, как бы, мужчины менее требованные, чем женщины. Женщины более эмоциональны, женщины более чувствительны к таким вещам. Поэтому, как бы, и крайне важно, чтобы так называемых женских проектов и сервис был соответствующим. Нужно ли крайне... Важно в себе найти баланс. Я повторяю, когда ресторатор находит в себе баланс, он делает сильные проекты, потому что они не ориентированы на... Мужчины любят мясо, да? Они ориентированы на то, что, а что, женщины не любят мясо, тоже любят, ну, в принципе, может быть, не можно это так подымать. А сейчас никого не критикую. То есть, нужно ли создавать и такие, и такие, это зависит от того, что мы чувствуем и что мы хотим, от нашей потребности. Но очевидно, вне всякого сомнения, что в жизни любого ресторана должны быть разные этапы. Как у любой девушки, бывают разные этапы. Да? Вот есть там янский период, когда она меняет работу, она меняет все в своей жизни, меняет своего блого, возлюбленного, все в ее жизни изменяется. И бывают периоды, когда просто покоя, когда она стремится к тому, чтобы собственно реализовать свою женскую природу. Но это очень важно все время себя, ну, это как зарядку делать, да? Можно лежать на диване, большинство мужчины не понимают это состояние, хорошее. Вот. Но крайне важно делать там что-то еще, какие-то физические упражнения, для того, чтобы мы могли разогнать. Мы фактически разгоняем таким образом творческую силу. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, вопросов больше нет. Спасибо огромное, Юрий. Спасибо. Покладно. Спасибо. Спасибо.